Приветствую! Сегодня у меня на распаковке и обзоре вспышка Godox 685. Мы будем рассматривать версию для Sony S, но есть и для Canon, Nikon, Fuji и Olympus аналогичные вспышки. Так что всё, что я буду говорить, касается их. Собственно, сама коробка. Посмотрим, что внутри. Инструкция и вспышка в чехле. Смотрим инструкцию поближе. Инструкция, как всегда, у Godox идёт на китайском и английском. Я пролистаю быстро английскую инструкцию, чтобы вы ознакомились. Всем новичкам я всегда советую читать инструкции. Кто не имеет большого опыта работать со вспышками, прочитайте. Здесь много полезного. Много ценной информации. Вот мы добрались до технических данных. Вспышка ведущая, число у неё 60. Зум от 20 до 200 мм можно устанавливать. Скорость срабатывания вспышки 1 0.03 до 1 0.020. Можно работать в TTL или в мануале. Компенсация экспозиции плюс-минус 3 стопа. Может быть как мастерном, так и слейвом. Так и в режиме выключено. Управлять оптически двумя группами, а через радио через 3 группы ABC. Расстояние оптическое порядка 10 метров среднее. А если по радио, то до 100 метров. Весит порядка 400 грамм. Ну и размеры. Питается от 4 аккумуляторов или батареек формата АА. Есть такая же вспышка, точно такая же по формату, но которая питается от одного аккумулятора литий-ионного. Там она весит чуть побольше, но вам не нужны аккумуляторы. Посмотрите на неё. Это 860 модель. С инструкцией всё. Посмотрим на свою вспышку. Чехол средний по качеству. Нет укрепления на ремень. Для хранения и переноски сойдёт. Здесь в комплекте идёт ножка, чтобы можно было ставить вспышку, либо штативное гнездо крепить, либо же просто какое-то устанавливать. У меня для Sony башмака идёт крепление для Sony. Ну, есть уже, в принципе, для всех моделей фотоаппарата. Выпустили они. Опять же, здесь крепление вот такое, которое закручивается. Мне не очень нравится. Оно простое и дешёвое. Нету никаких прорезиненных частей. Видно, что здесь не очень всё прорезинено. Вспышка не рассчитана на защиту от влаги. Нету защищённости. Ну и здесь никаких резиновых прокладок также нет. Сразу ставим аккумуляторы. Здесь внешнее. Здесь порт подключения дополнительных Wi-Fi управления по вспышке, если у вас есть такой модуль. Здесь 3,5 мм синкджек для подключения. USB порт для обновления прошивки есть. С этой стороны есть ещё порт дополнительное питание. Здесь он притаился. Сейчас покажу. Вот. Можно дополнительно её ещё питать от батарей. Голова вращается вокруг своей Сибы на 360 градусов, видимо. Наклон от минус 7 до 90 градусов. Здесь есть дополнительный рассеиватель для широкого угла и мини-отражатель. Ну, в принципе, всё стандартно, как уже за последние годы мы привыкли к таким однокамерным вспышкам. Внешне пластик неплохого качества. Включаем. Как видим, есть подсветка зелёная. Переключение режимов происходит вот этой кнопочкой. Вот самое первое меню. Пройдёмся по очереди. У вспышки есть режим TTL, режим Manual и мультирежим вспышки стробоскоп можно включать. Начнём с первого. TTL. Как видим, сразу здесь на большом экранчике показывается расстояние. Если мы наденем на камеру, оно посчитает и будет нам показывать в метрах или в футах сколько освещенности будет. Это, в принципе, удобно. Чтобы коррекцию ввести экспозиции, как видим, надо нажать плюс. Кнопочки все, видим, подписываются в зависимости от режима, в котором мы работаем. И весьма удобно. То есть, эти все кнопки, они светятся. Кнопка Test. Теперь, в режиме Manual мы можем сразу регулировать мощность вспышки. И можно включать оптическую синхронизацию S1 и S2. S1 это когда у нас будет просто срабатывать по другой вспышке, и сюда будет попадать. А S2, она будет игнорировать первый припых и срабатывает только при втором. Это если у нас, допустим, какой-нибудь TTL, там, два раза пыхает. Есть вариант быстрой синхронизации. Теперь, если мы этой кнопкой можем переключать режим связи. Второй режим, это вспышка становится управляющей по оптическому сигналу. Видим, можно управлять двумя группами A, B и M. Это, собственно говоря, она сама и есть. Потом она может служить как слейв по оптическому. Дальше это уже радио, видим. Радио тоже может управлять уже тремя группами A, B и C. Это уже она слейв в радиорежиме. Группу тоже можно выбирать дополнительно. Здесь встроенный триггер. Можно управлять, если, допустим, у нас есть вот такой стандартный триггер от Godox, который установят на камеру, мы полностью можем управлять этой вспышкой. По оптике я бы не советовал её использовать. Это не очень надёжно, да и смысл. То есть купить вот такой триггер весьма недорого, и мы сразу избавим себя от кучи проблем. То есть оптическую связь я бы вообще не рекомендовал. Сразу использовать только радиосвязь. Она уже довольно надёжно работает и без перебоев будет. В режиме тоже можно управлять полностью вспышкой с триггером. Здесь есть ещё такой момент, что когда близко радиосинхронизатор и сама вспышка, то может не срабатывать. Видимо, чуть разносим и уже срабатывает. Есть такой небольшой глюк, имейте в курсе. Вспышка может определять разные триггеры. Мы видим, что она сейчас определила триггер от Sony. У нас есть триггер от Sony. Если мы возьмём триггер от Canon, она будет показывать там триггер от Canon. То есть мы, в принципе, эту вспышку, если мы не на камере, можем использовать с любыми другими триггерами, которые у нас есть. Будет срабатывать TTL, полное управление. Ну, очень удобно. В этом плане Godox молодцы. Мы можем посмотреть, зайти в меню. Если зажимаем клавишу, сразу видим версию прошивки и меню. Меню на большом экране уже расписано. Тут вот данные в метрах или в футах могут отображаться. Режим выключения питания. Подсветка автофокуса. Режим выключения в режиме Slaves. Через сколько минут будет отключаться сигнал. Она вот может... Мы можем поставить сигнал, она будет пикать нам. Подсветка, она либо 12 секунд, либо совсем отключена для экономии питания. Яркость дисплея, то есть его контрастность, скажем так. Вот если на 0, он будет совсем не контрастный. На 9 будет максимально контрастный. Новые прошивки также добавили режим ID и режим SV LED. Можно регулировать зум вручную до 200 мм. Можно поставить в режиме авто, и тогда будет зум подтягиваться от самого объектива, который вы используете. Проверим, насколько вспышка работает, срабатывает быстро в максимальной мощности. Поставим manual. Поставим один к одному. Пых. Как видим, порядка 3 секунд. Весьма быстро. Вспышка обладает также подсветкой автофокуса. Но, к сожалению, если будем использовать на беззеркалках Sony, то эта подсветка автофокуса будет не работать. Но на других камерах Canon, Nikon она работает отлично. К сожалению, на беззеркалках Sony не работает. На псевдозеркалках A99 они работают и нормально. Вспышку я бы рекомендовал. Как стандартная вспышка, кому нужна хорошая надежная вспышка. И у кого есть много аккумуляторов, или кому нравятся вот именно АА батарейки. Если же у вас, вы берете вспышку впервые, то я советую взять с литий-ионным аккумулятором. Быстрее подзарядка, дольше его хватает. Но по цене небольшая разница. А по функционалу вспышки похожи. Что 860, что 685. Качество очень-очень достойное. Вот, пожалуй, все функции вспышки. Если будут у вас какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Постараюсь ответить. Всем удачи, спасибо за внимание.